В эфире новости в студии Медат Халилов. Здравствуйте! Сегодня в выпуске смотрите. Онлайн-платформа Прометеус. Как новый ресурс поможет крымчанам поступить в украинские вузы? Отмена футбольного турнира Алтын Тамга. Почему силовики не дали провести игру? Фестиваль в Торонто. Канадцы собирают подписи в защиту крымских татар. Сторона обвинения потребовала для крымского журналиста Николая Семены три года лишения свободы условно, но с отсрочкой исполнения на три года. Об этом заявила прокурор Светлана Будинская и потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение этого времени. Подконтрольный Кремлю железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымчанину 22 сентября. Напомню, оккупационные власти обвиняют Николая Семенов в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Правозащитные и журналистические организации считают преследование журналиста политически мотивированным. В карцер на двое суток. Такое наказание получил фигурант дела украинских диверсантов Андрей Захтей, который сейчас находится под арестом в Крыму. В одиночную камеру его посадили якобы за нарушение режима перебывания в СИЗО, ссылаясь на то, что Захтей говорил и делал не то, что надо. Об этом рассказала жена заключенного. Окончательный приговор ее мужу планируют вынести в конце октября. Напомню, в августе 2016 года в Крыму задержали группу украинских диверсантов. В их числе был и Андрей Захтей. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. Узник Кремля в июле этого года по неизвестным причинам признал свою вину в заключении и заключил судебное соглашение со следствием. Правозащитники призвали международные организации обеспечить мониторинг нарушений прав человека на территории Крыма, а также продолжить политику непризнания аннексии полуострова. Такие вопросы поднимались на конференции ОБСЕ в Варшаве. Кроме этого, координатор Крымсоста Мила Ташева во время выступления рассказала о подробностях похищения и избиения крымчанина Рината Параламова. Также украинская сторона, в частности крымские татары, подняли вопрос расширения миссии ОБСЕ на полуострове. Вот мы просили, чтобы была площадка вообще по Крыму. То есть минский формат, хороший он или плохой, я сейчас это не рассматриваю, в него не входит Крым. То есть там рассматриваются только Луганск и Донецк. Крыма нету. То есть каким-то образом необходимо посадить за стол переговоров Россию и создать какую-то площадку, в которой бы шел процесс по Крыму. В Крыму полиция запретила проведение футбольного турнира «Алтын-Тамга» в селе Крестьяновка Первомайского района. Он проходил в честь похищенного на полуострове Эрвина Ибрагимова. Он три раза становился чемпионом Крыма в составе бахчисарайской сборной. Кроме того, турнир должен был презентовать одноименный футбольный клуб. Однако правоохранители прервали первый же матч. По словам дочери политзаключенного Ильми Умерова Айше, полиция заставила снять крымско-татарский флаг и прекратить турнир. Причина якобы в отсутствии согласования с властями. Уведомили устно по телефону. По телефону... Выходили. В устной форме вы добро дали? В устной форме вы добро дали? В Киеве презентовали первый этап европейского проекта «Харым Янг» по созданию крымско-татарского молодежного парламента с функциями правительства. Это состоялось на пресс-конференции в столице. Организаторы проекта рассказали, какая цель проекта и кто может пройти в молодежный парламент. В проекте может участвовать крымско-татарская молодежь с материкового края из Крыма от 18 до 30 лет. На сегодняшний день из 15 молодых людей, 14 уже есть. Ну, уже почти 15. То есть группа фактически уже сформирована. И 1 числа, 1 октября они приступают. Можливість нести европейские цінности в свідомість. В первую очередь молоді, яка завтра будет вырешувати и впливати. Проте, аби навчити молодь, як впливати, якими механизмами и инструментами, то это насправді абсолютно европейская практика. Портал «Прометеус» предоставил крымчанам возможность для самообразования. Получать знания на этом ресурсе абитуриентам, а также все желающие, смогут абсолютно бесплатно. Система работает и на материковой части Украины, и в Крыму. Подробнее об этом далее в сюжете. Образовательная онлайн-платформа «Прометеус» запустила курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию. Их цель – обеспечить качественную подготовку для всех школьников вне зависимости от места проживания. Организаторы уверяют, их материалы существенно помогут абитуриентам из зоны временно оккупированных территорий. Создатели курсов организаторы выбирали тщательно. Это преподаватели как и из школ, так и из ведущих университетов страны. Практически все не имеют ученую степень. Чтобы пройти отбор, лекторы должны были выполнить пробное задание, подготовить интересный, по их мнению, материал и начитать его на камеру. Кроме этого, не последнюю роль в отборе сыграли и сами абитуриенты. Пошок квалификованных выкладчиков, которые не только квалификованы в своем предмете, но и они способны начитывать этот материал на камеру и подавать его в особый формат. Мы самостоятельно шукаем, опытуем учеников, студентов, их отборки, працевого выкладча, а какой он. Ну, вважаем на данный момент, что выбрали один из самых лучших. Министерство образования и науки утвердило тему лекций и учебные планы онлайн-курсов. Они полностью соответствуют школьной программе. А требования к абитуриентам, говорят преподаватели, почти такие же, как и до аннексии 2014-го. Уже доступны курсы по украинскому языку и литературе, а также истории нашей страны. А уже с 20 сентября будущие студенты смогут пользоваться и материалами по математике. По каждой теме есть видео-лекция, конспект, презентационный материал и обязательно от 10 до 12 тестов по каждой из под тем. Пройдя все эти тесты, ознакомившись со всеми материалами, вам уже не нужно нанимать репетитора. Курс математики, он спрямованный на подготовку до внешнего независимого оценивания, разбитый на 9 основных тижнев. То есть подготовка займет минимум 2 месяца. Переверка будет отбываться автоматично. Конечно, все тестирование проходит онлайн. Конечно, для того, чтобы связывать задачи с математикой, нужно взять руку, полюбец, папир, вырешить и вписать в ответ. Получить доступ к знаниям очень легко. Нужно всего лишь зарегистрироваться в системе. А поскольку зайти в нее можно как с сайта, так и через приложение, абитуриенты смогут пользоваться материалами даже без подключения к интернету. У нас есть полный набор социальных сетей. Это Facebook, Twitter, Telegram, как самые основные. Есть онлайн-платформа и вот появилось мобильное приложение. На платформе Prometheus также размещены образовательные курсы по психологии, программированию, предпринимательству, экономике и даже защите прав потребителя. Все, что может пригодиться в современном мире. Александр Белов, Руслан Халапов, Вадим Тимофеев. Новости ЮАК Рым. В Севастополе на Федюхиных высотах прошел военно-исторический фестиваль. Все желающие могли увидеть реконструкцию сражений античной и средневековой эпох, а также имитацию боев времен Крымской войны. Одним из самых ярких событий стала реконструкция битвы за условный бастион, напоминающий Малахов курган. Он проходил между обороняющимися российскими войсками и наступающими союзниками из Франции, Англии, Турции и Сардинии. Из-за аннексии Крыма украинские реконструкторы в этом году снова не смогли принять участие в фестивале. Мы представляем Крымскую войну, реконструкторы есть по античности сегодня представлены, а от античности до, грубо говоря, времен Холодной войны. Цель, я думаю, у всех одинаковая, как бы окунуться в этот период, который мы представляем, и именно воссоздать максимально дотошно то, что мы представляем непосредственно. То есть вплоть до пуговицы, вплоть до каждого шва, все это пытаемся максимально восстановить. В Торонто прошел 21-й фестиваль украинской культуры. Называется он Блурфест Виллаж. В этом году его открыли крымские татары из Нью-Йорка. На мероприятии активисты организовывали сбор подписей против российских репрессий в Крыму. На полях фестиваля установили информационные палатки. Буквально за несколько часов все подписанные листки были заполнены, и пришлось распечатывать дополнительные экземпляры. Об этом рассказал организатор акции Рустам Ирсай, который также по совместительству президент Канадской ассоциации крымских татар. Он напомнил, что Всемирный конгресс крымских татар принял решение собрать миллион подписей по всему миру. Так они планируют обратить внимание международных организаций на нарушение прав человека в Крыму. На этом я прощаюсь с вами. В студии был Медат Халилов. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАК Крым в фейсбук. Далее в эфире тема дня. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok